Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас 4 февраля. Ну, я решила заснять, что к этому времени нацвело, что собирается цвести. Потому что у нас сегодня солнышко вышло, запах, конечно, просто потрясающий. Ну, Таиланд, Тайвань, все что угодно, где растут орхидеи, запах потрясающий. Ну, начнем с этого дендробиума. Это дендробиум артист, как я говорила в прошлом видео. Ароматит, ароматит подснежниками. Я в прошлый раз сказала, что лимонами он пахнет, но он пахнет подснежниками. Кто-то вот заходил, девочка Катя, она говорит, мне говорит, гиацинтами пахнет. Ну, в общем, мы с ней решили, что пахнет весной. Прям весенний такой запах, красивый. И он цветет относительно долго, ну, недели две. Там еще бутончики. Ну, вот дендробиум фаленопсис продолжает свистеть, полностью распустилась. Ой, головы вылетело, как она называется. Вот это вот красавица со своими удочками, цветоносами. Один цветонос, на ней другой. Я это все привязала. И вот такая вот конструкция. Потому что цветы эти желтые, надо, чтобы она как-то хоть... Потому что цветет она тоже долго, месяца, наверное, полтора. Расцвела у меня морковка Dark Daisy. Вот она реально черного цвета. Я сейчас попробую руку положить. Даже на фоне руки видно, что она именно черная. Не красная, не винная, а именно вот черная. Красивая морковка. Цветет каждый год у меня. Бульбочка в год. И вот в это время она как раз цветет. По-моему, не пахнет. Но цветет тоже очень долго. Она не отстреливает свои питалии, как многие морковки это делают. Катазетовные. Поэтому она еще очень долго сохраняет цветы. Вспомнилась, что на прошлом видео я только бутон засняла. Это Катлея Миссилленсис, которая Пурпурата, ну не Пурпурата, Дринаи, на Давиану. Пурпул. Вот такая вот красота. Цветет она у меня первый раз. Цветет не первый раз, но много раз уже цвела. Это Леопольди Дарк на Давиану Аурею. Вот такой вот цветок. Она красивая, но она не фотогеничная. Тяжело на видео, тяжело с ней фотоаппаратом взять. Цветок крупный, большой, очень плотный. Можно видеть, что вот здесь вот эти вены, все она сохраняет. Фактурный, конечно, красавица. Ну, как Давиану сильно в ней не увидишь, потому что гены Леопольди намного сильнее Давиановских. Поэтому Давиана теряется. Но, по-моему, она все равно на Леопольди более интересный оттенок. Здесь распустилась моя балет-фольклорика. Первый цветочек, она росла без чехла, поэтому немножко бутон был поврежден. Конечно, монстр. Вот, и поэтому цветочек немножечко покусан. Ну, другие бутоны, они тоже в этот раз без чехла. Когда-то с чехлом, когда-то без чехла. Вот тяжело сказать, как. Все-таки это гибрид. Как она хочет, так она и делает. Вот здесь будет три. А здесь два. Вот второй бутон. Вот такая вот красотулька. Анцепс все цветем. Анцепс, который Вейчана. И расцвела у меня анцепс, которая Альбовая. Вот такая вот красота. И я в прошлом видео говорила, что анцепс намного больше цветки. Но я, наверное, заберу свои слова назад, потому что, вот если мы сравним, чуть-чуть больше у Альбы, чем вот у Вейчаны. В принципе, цветы одинаковые. Но растения Альбовая, она побольше, чем Вейчана. Ну, по крайней мере, она выше. Доцветает цветок Спайк Панда. Доцветает уже Триная, тот бутон, который был один раз цвел. Ну, Майка и Майюми еще будут свести, наверное, месяца два. Самое растение, которое цветет очень долго. Муси на Маге Рафаэля тоже все цветем. Тоже достаточно долго уже цветет. Там бандочка непонятная какая-то. Воспустилась, она пришла без бирки. Ну, что-то с гибридом на Теселату. Доцветает у меня Тангер Гулу. Уже два цветочка осталось. Будет свести морковка Клавезия, которая цветла у меня в прошлом году. Один цветонос. Там еще несколько и несколько она сбросила. Потому что я подкинула гранулы Аргавита. И он долго все-таки отдает полезные вещества. И, наверное, не в тот момент, когда ей это нужно. Поэтому я, наверное, больше таким кормить не буду. Морковку буду минералкой кормить. С ней более все понятно. Когда нужно растение, тогда и даешь. Ну, и тут у меня сегодня новое приобретение. Спасибо Надежде, что она мне ее продала. В общем, вот такое вот котлей я купила. Я себе хотела ее взять, но я не успела. Вот такая вот леда. Это персиолиана надавиана. Она подросток. Но подросток очень хороший, крепкий. И рядышком стоит эта взрослая леда. Просто она от другого поставщика. Если сравнить растение. Ну, кто-то подумает, что ему расти и расти. Реально растению полтора года до такого состояния. Ну, тоже через полтора года она будет цвести. Ну, моя тоже я ее покупала. Всего три бульбы было. Вот три у меня наросло. Ну, я думала, что с этого роста она будет цвести. Но думаю, что со следующего. Потому что она дала мне там очень жирную, хорошую почку. Думаю, что с нее будет цвести. Так как это персиолиана надавиана. Сезоны цветения разные. Персиолиана зимой, надавиана летом. Поэтому она может цвести в любое время года. В общем, как повезет. А это давно я, наверное, не испытывала радости. Такой, когда покупаешь себе растение. И вот тут вот у меня бутончики повесила. Покажу. Макселярия сандериана. Я показывала ее с цветоносами в позапрошлом видео. Вот такие вот уже бутоны. Похожи на динозавриков. И вот они. Снизу три бутончика. Побольше, поменьше. И еще один. И еще, по-моему, там что-то сверху даже. Крутить не хочу, чтобы она не упала. Ну, я думаю, что она будет свести где-то через недельки-две. Я, конечно, сниму это зрелище. Очень интересно будет. Ну, вот такой вот солнечный обзор по цветущим. Пока-пока.